В Дюж с Орехово-Зуевского района прошла традиционная военно-патриотическая игра «Зарница», в которой приняли участие более 30 команд. В этом году она была посвящена созданию нового всероссийского движения «Юн-Армия». Открывали «Зарницу» победители прошлого года, капитаны команд Ильинской и Мистовской школ. В этом году в военно-патриотической игре приняли участие 33 образовательных учреждения, 13 из которых с этого года входит в состав нового движения «Юн-Армия». Одной из первых в состав юных армейцев вошла Кабановская школа. Как отметил капитан команд Илья Костылев, это значительно повысило дух всех участников. Ведь «Юн-Армия» – это всероссийское движение, и для учеников это гордость войти в его состав. Мы полностью поддерживаем это, воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма и любви к своей Родине. Сейчас у нас пока что около 20 человек, штат в школе. Мы готовим подрастающее поколение нам на замену, и ряды, думаю, увеличатся у человек на 10, на 15. «Юн-Армейское движение» создано по инициативе Миноборон России и поддержано президентом Российской Федерации. Сейчас в его состав входит более 40 тысяч участников. Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения географии и истории России. «Юн-Армейцы, они более, скажем так, углубленно изучают нашу историю. Не согласно тому курсу истории, который сейчас преподают в школе, давайте, ну, скажем так, признаемся, что он немного усечен, чем было это раньше, там 20-30 лет назад. Они более углубленно это изучают. Более углубленно изучают автобиографию, историю военачальников, полководцев, понимаете. Более чаще они принимают участие в таких военно-патриотических играх, мероприятиях, которые организовываются на уровне правительства Московской области. Вообще это вещь нужная. Я когда-то, когда был директором, занимался много лет и начальной военной подготовки. Мне нравилось, ребята. А сейчас я пожелал бы ребятам быть защитником отечества и охранять свою родину. Администрация Орехово-Зуевского района планирует продолжить развитие военно-патриотического движения в школах. Постепенно ведем начальную военную подготовку. Сначала на общественных началах будут преподавать наши заместители по безопасности в школах, потому что они бывшие все военные люди. И детям будет это приятно и интересно. И здесь мы их увлечем. По итогам соревнования очередной раз победу одержали команды из Мисцевской и Ильинской школы. В новой номинации «Лучшая команда юнормейцев» первое место заняла Кабановская школа.